Всем привет! Пришел наш отец семейства и говорит, иди снимай распаковку. И тут я смотрю, а тут такая распаковка. Как они называются, эти цветы? Как это называется? Здесь написано, наверное. Здесь все эти норги. Ну, короче, напишите. Как называется? А что, папа, прям два цветка сразу. Прям праздник какой-то. Так. Одни оранжевые, одни такие сиреневые. Ну, это классика жанра, да? Две сметанки. Два огурца. Так, а что это такое, папа? Это плавленый сыр? Да, плавленый сыр. Тебе не может не понравиться. Я себе взял. А тебе я тебе взял. Да, а мне взял Филадельфию. Я ем Филадельфию. Сергей есть плавленый сыр. Так, ну и наше молоко тоже это Сергей. И это для меня... В общем, такая у нас распаковка веселая. Сегодня у нас был на ужин или на бед вот такой вот рис. Ну, как плов, только без мяса, да? А здесь я делала эти оладьи. Куриные. Ну, дорогие друзья, всем добрый вечер. Всем привет. Вот. И, короче... Что у тебя? Хочу взять небольшое видео сделать маленькое. Такое. Я не знаю, почему так это делается. Короче, у меня в машине полетел датчик. И чтобы его заменить, это много денег стоит. Я решил это сам сделать. Ты на меня показывай камеру, да? На тебя идет камера. Да? Мне кажется, туда не сделаешь. А это самое. И, короче, было принято решение самому достать деталь, заказать. И сделать самому. И восстановить самому. Это я все сделаю сам. Короче, ну, вот искал, искал. И, короче, нашел эту деталь. Заказал по интернету. Оказывается, это у меня деталь очень дорогая. Получилась дорогая. Золотой, скажем. Вот. Еще за тамошку пришлось вчера. Сколько сама деталь стоила? И сама стоила где-то 37 евро. Плюс от этой суммы 25% на налог. Налог сколько заплатил? Нет, налог не налог, а мумс. Это там... Ну, таможенные сборы это, не мумс. А, таможенные сборы. Нет, таможенные, это вот расторможку я получил 400... 400... Крон? Да. 400, 30 с чем-то крон. Это не 25%, а 37 евро. Да, это 40, это я получил 400 с чем-то... Нет, нет, что-то это не то. Да, 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 да. Расторможка. Растаможка. Да, 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 да. Короче, я сгустил вчера... Что-то он... В общем, что-то он врет, потому что... Нет, сейчас покажи. А, потому что... Нет, нет, 400... Сам вот этот налог, ну, таможенный, он состоит около 25% от стоимости товара, который ты заказываешь. Короче, я заплатил 400 с чем-то крон. Ну, ты же, может, за две запчасти это, нет? Нет. Ты же две заказываешь. Ну, например, номер указан, этот серийный номер. Ладно, не буду я дальше сдаваться. Ну, вот этот серийный номер... И плюс еще доставку, да, ты плачал? И доставка там... Сколько? 20 евро, да? 20 чем-то евро, да. Короче, что меня удивляет, эта деталька маленькая. Это маленький сенсор. А коробка во. Вот, чужая. Вот, а я говорю, не кидай, подожди, здесь написано, видишь, что это стекло. Да, не стекло там. Поэтому оно в пенопласте. Ну, вскрывай давай. Да, ну, теперь мы вскрываем его и посмотрим, что там в таком большой коробке. Вот, и... Пока мелкий там играет, но пока он не разорвался, надо... Быстрее снять. Ну, как вы думаете, дорогие друзья? Ну, а что там думать, запчасть какая-то, железка, неинтересная распаковка. Смотрите, какая коробка и какое в этом вот. Это все бумага. Это все бумага. Вот она маленькая. А она еще меньше будет, подожди. Еще меньше будет. Я в шоке от этого. Коробка, столько дерева. Мы так и не поняли, откуда ты заказывал, с какого сайта вообще? Вот сайт, вот он. А, вот он. Называется сайт... Так, вот он. 3W, автодок, ию. Ну, ию, это Европа, а какая страна, не понятно. Не знаю, вот напишите, дорогие друзья, если вы это знаете. Ну, у нас есть, кажется, мужчины в подписчиках. А вот деталька сама, Зая. Да. Вот она. Есть разница. Есть разница. И этот дружат. Ну, вот такие нам посылки поставили. Не то, что с Китая, да, с Тэйма мы заказывали. Вот полный пакет, все там. Это вообще-то, да я вообще удивляюсь. Знаешь, может быть, они боятся, что маленькая может потеряться? Да, нет. Нет, когда коробка маленькая, ей легче потеряться. А когда большая, нет. Наверное, с этим связано. Да, я не знаю, я не знаю. Почему так получилось? Слушай, а она из пластмасса, она должна быть? Да, 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 она все, все. Не из железа, да? Все по номеру, все оригинальное. Вот этот датчик. Ну, ладно. Датчик масла. Он полетел. И еще второй, я еще вторую заказал. Ну, она мне в машине. Второй датчик я заказал. По... Выхлоп... Выхлоп... Выхлоп для выхлопа. Слушай, он совсем только... Ладно. Ну, вот как бы так. А, расскажи про Бьерна. А, слушайте. Так, дорогие друзья, еще у нас новость есть. Новость не очень хорошая. Я даже не знаю, с чего начать, потому что... Вообще все знают. Ты там уже была? Да, там... Да. Все вы видели, может быть, не все, но можно посмотреть, промотать. Обратно. В апреле 23-го года мы ездили в Швецию и снимали эту съемку. На Ютубе она есть. Там, помните, там Маделия, Маделия там это самое снимал. И там человек, который был рядом со мной, Берн, его звали. Мужчина. Его больше не стало. Мне сообщили это... Когда мне сообщили это? Неделю, наверное, назад. На 87-м году жизни он ушел. Да, на 87-м году жизни. Но вообще, мне кажется, он бы еще бы прожил, просто все усугубило. Он попал в ДТП год назад, да? Ну, не, 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 это летом. Летом он сел в машину, да, ему что-то плохо, да, стало? Да, плохо стало. Новая машина была, этот RAV, этот RAV. Toyota RAV, новый. И вся машина в дребезге, а у него, ну, возникли потом уже из этого проблемы в легких, да, что-то с легкими. Начала вода попадать, потом сердце начало барахлить. Короче, а так бы, мне кажется, он бы еще бы прожил. Месяц прошел после этого. Они дом продали, вот тот дом, который вы видели тогда, который я делал обзор, они этот дом продали и переехали на квартиру. Я, кстати, поеду, я не знаю, куда ты смог, куда ты это поклонил. На тебя? На тебя идет? Странно, вот так надо, во. Все правильно, отец, на тебя камера идет. И, короче, и, короче, не стало, и 24 октября я поеду в Швецию. На похорон. На похорон. На похорон будет 25-го, да? На похорон будет 25-го. Это у нас будет пятница в 10 часов, кажется. Да, ну, я рада, что мы, что я с ним успела познакомиться, что он увидел у Марчика. Да, я тоже. Он вообще, он очень, да, он большую роль в твоей жизни сыграл. И, как минимум, двум людям, то есть в судьбах двух людей он сыграл большую роль. Это вот в судьбе Сергея и в судьбе Оксаны. Оксана, она, кстати, вторгает на... Оксана, это вот, да, с кем Сергей тоже рос в интернате в И она, кстати, живет в Швеции, живет, работает, да. А вы знаете, у нас было это же, я же ее знал. Вот я не знаю, она в роликах была, я не помню. Была, не была, не помню. Не помню тоже. Ну вот, и я думаю, что Бёрн попал точно в рай, потому что он был хорошим человеком, очень много сделал добра для совсем чужих других людей. Помимо того, что он вырастил двух сыновей, у него есть жена, двое детей, внуки, да, он помог вот еще людям. И жалко, конечно, да, они продали дом, потому что им тяжело было уже содержать, убирать за ним, да, ухаживать, там газоны, мазоны и все такое, у них бассейн даже там был еще. И они вот переехали, чтобы им стало легче. Он в этой квартире прожил буквально месяц-два, да, наверное. Ладно, они же летом переехали. Да, они с вами в июне переехали, в июне переехали. Они недолго он пожил в этой квартире. Кстати, есть у меня видео, которое делает он, я Берет попросил, чтобы она сняла последнее видео. Да, это, кстати, вот уже последние, наверное, минуты жизни. А я же не знал, что он тогда его не станет. Да, но мы, конечно, это видео не будем показывать, это как бы... Приватные считаются. Личные, да. Но он в будущем, вроде бы он был, да, и в здравом уме, и он вспомнил имя Умара. Умара, да. Я в шоке, что он, говорит, он что-то там, ну, по-шведски говорил, но я вспомнил, что он сказал Сергей. Он сказал так еще. Что-то Сергей вначале, да, сказал? Да, он сказал, что Сергей... он сказал так, что он очень счастлив, что у меня все хорошо, очень счастлив, что он вообще меня узнал. И он так сказал по-шведски, я тут, кстати, даже слово даже не знаю, такое хорошее, это хорошее слово, но я Оксаны спрошу, что такое люсит, люсит, или что-то шведское такое, что-то хорошее там самое. Что он с Умара увидел, да? И потом говорит, а потом Берет, жена говорит, ну, ты помнишь, у Сергея есть, типа, сын, как его звать? Вот он так вот думает, думает, ну, глаза у него такие были, вот так вот, он смотрел в одну точку, и я смотрел на нее, у него глаза такие были, такие глаза, что он боялся, он очень боялся, ему было, страх в глазах был, вот тогда я почувствовал, что... Что он уходит, да. Что он уходит, да. И, главное, смотрел таким глазами, я так не... Знаете, как этот, как сова смотрит, вот, как сова смотрел в одну точку, и так говорил, немножко так невнятно, но он таким никогда не был таким. Ну, да. И пугающим. И он говорил, что Сергей, я я сказал, что пусть передаст Берет. Я сказал, что Сергей, я его очень люблю. Я так говорю, Берну. Что он сказал? Он сказал просто, да. И смотрит так. Вот так смотрит. И, ну, это уже последние минуты, как бы, скажем. Так, потому что это, оказывается, было сделано. В больнице он стал опять хуже, и в больницу отправили, и все. Наутро тогда ей сообщили, что его больше не стало. Это видео, это было сделано. Пипец. Она там длится минуты, это видео. Но этого хватило, чтобы мне понять. Да, понять. Сцена ужасная, конечно. И понимаю, что надо идти дальше, надо это все. Меня держат, честно скажу, скажу, меня здесь сейчас держат вот эта жена и ребенок. А так бы я не знаю, что бы сделал, потому что очень для меня был очень дорогой человек, как эллинг. Пусть его душа покоится в раю, попадет в раю. Так что я попробую сделать контент, попробую там когда в Швейцу поеду, я Ну, это еще не скоро. Модели я заберу, кстати, модели, они сказали, чтобы я мог бы забрать. Модели остались в этом доме, который не продали. У них не было мест на это. И модели я заберу. И это у меня будет память, что для него это я все делал. Вот. Значит, это мы заканчиваем. Да, тогда мы заканчиваем это видео. Вот такой маленькой немножко новости. Хороший и грустный его. Печальный. Печальный, да. Все. Я вас, дорогие друзья, вас люблю. Спасибо, что вы смотрите, потому что для меня это тоже важно, чтобы вы смотрели, потому что я тогда понимаю, что у вас есть у меня есть у вас это самое желание смотреть. И у меня есть мотив для вас это все рассказывать в мою жизнь в Норвегии. Все. Я вас люблю. Все. До скорых встреч. Следующих наших видео. Всем пока-пока.